Ну что, мы начинаем наше чаепитие скромное Двигайтесь ко мне сюда Так, Борь, аккуратно разливай Кому зеленый, кому черный Где зеленый? Вот, я зеленый Кто черный или там? Кому черный Давай Горячий Кому зеленый Кому зеленый Черный А, у нас даже больше черный Так, это черный Или зеленый Зеленый? Вон, возьми тогда Ну что Я рад всех вас видеть Еще раз И мы начинаем теперь наши чайные посиделки Ребята, ну давайте вот вы Скажите, пожалуйста, ваши личные ощущения о сегодняшнем мероприятии Нам, ну на самом деле это очень интересно и важно Потому что мы же тоже, несмотря на то, что мы учителя, мы тоже учимся Потому что учитель не может останавливаться на одно Поэтому, если вы поделитесь своими впечатлениями, своими ощущениями, это будет очень здорово Как говорят, век живи, век учись Так что Что понравилось, что наоборот Можете рассказать, поделитесь Так, ну а что, что молчим? Давайте, давайте, кто расскажет Пейте чай, делитесь впечатлением Кому что понравилось? Борь Ну-ка Я тоже хочу чай попить Все, слов нет? Так, наверное, понравилось, что нет слов? Да Нет, ну вы давайте делитесь По схватку скажите, какому что Ребята, у вас есть такая возможность проявить не только свои физические таланты Но и так же интеллектуальные Поэтому вы не стесняетесь Вы раскрепощаетесь Понимаете? Вы учитесь общаться, разговаривать с людьми Говорить Ну и так далее Ну, смотрите Это полезно, потому что В этом и заключается смысл взаимодействия людей Понимаете? Когда мы общаемся, мы можем найти какие-то вещи Такие, которые, ну, были нам непонятны В целом, как первый выход на татане за долгий карантин Мне очень понравилось Я очень хотела выйти на татане Ну вот тренировки недавно начались У меня уже 10 лет Ну, почти У нас уже месяц? То есть вы нарушили самоизоляцию? 15 лет у меня Месяц не в зале Это ОФП Да Ну, это ОФП, да? Кстати, а? Ну, давай, давай Зале мы не занимались, к сожалению Зал закрыты А как вы на время самоизоляции, кстати, скажите? Что вы занимались? По зуму Да Ну, резина Да Ну, резина Да, всё Резина Кимонад По двору Ну, как вы малыши, дальше всё следует То есть вес лишний не набрали? Ну Набрали очень много Набрали очень много Хорошо Ну, а как вы думаете? Всё очень плохо Вот вы... Не, ну не всё очень плохо Нет Да, конечно Вот так нельзя говорить всё очень плохо Потому что мы в процессе совершенствования себя, понимаете? И плохо быть не может И плохо быть не может Мы можем только увидеть со стороны, что у нас есть некоторые недостатки где-то Значит, мы должны на это обратить внимание и попытаться над этим работать Ну, за все свои три года Потому что мне восемнадцать и я пришла в 15 лет и выиграла только два А что ты... Три соревнования Да Выиграла? А только три Ну, а что ты хотела-то? А остальные Извиня, раньше в 15 лет приходили А в 20 там становились олимпийские чемпионы Поэтому у тебя ещё всё впереди А кто-то телефон за боку принял? Он может выбрать Твою тренировку покажем на пандемии? Ты... Во-первых... Вот ты так Остальное всё по весовой категории Ты тетрадку ведёшь? У меня есть дневник Ведёшь его? Угу Ага А, вот видишь? А чтобы совершенствоваться, нужно всё-таки анализировать, записывать И будешь тогда вот быть какой-то Ну, тетрадка и дневник Ну, дневник, да Дневник, да Дневник, да Дневник Записываешь, как стало Какой самочувствие Сколько стало Вот Что на тренировке не получилось Что получилось Проанализировать И всё Меня научить сказали Ну... Научить Что-что? Я невозможно научить Ну, вот видишь Вот так вот Главное от тебя должно всё Сказать Ты хорошо будь Вся там сегодня Ты имеешь в виду Тебе говорят, что ты не обучаем? Спасибо Не, ну смотри опять для чего Для... Если мы... Мы должны Достаточно широко Мы должны широко смотреть на... Не, не, сейчас получше Потому что если мы узко смотрим Не получается Потому что у тебя не получается На соревнования бороться Это узкая направленность А если широко смотреть Понимаешь? Приходит время Когда, допустим Или есть люди такие Которые занимаются Изучать дзюдо Не для того, чтобы участвовать в соревнованиях Понимаете? Ну, допустим Ну, вот Борис Он не участвует в соревнованиях Но это не мешает ему Совершенствовать Свои какие-то Технические способности Понимаешь? То есть И говорить ему о том, что Он не обучаемый Нет смысла Потому что У него другая цель стоит Ну, опять Поэтому ты Надо немножко широко смотреть И не говорить себе никогда Что у тебя там что-то не получается У тебя Я боюсь, что я его убил У него тренер появил Много чего У меня научили Даже прыгать Задолбалась Если честно Не забыть слово Не могу Не хочу Не буду Не получается Должна постоянно анализировать все, почему не получается. Прийти и спросить у тренера, может, у меня помогите, подскажите. Вы с ним последний раз видитесь на похоронах. Кто? У меня это не получается. Подойди, если что, обсудить спроси. Со стороны твоей виднее. А ты нету тем более. Понятно. Почему что-то не получается. Вот с тобой, Мишень Поролич, сильно гнешься. Это сангисты, да. Надо стараться прямо стоять. Гнешься, все, вот, считай, ты через доллар уже улетела. Или согнулась, тебя в квартирочек раз, затащили, там уже. Должна прямо стоять. А у тебя, получается, ты борешься, ты не борешься, а защищаешься. Ты должна тоже атаковать. А ты стараешься защищаться. Это неправильно. То есть, если ты защищаешься, ты уже проиграл. Поэтому всегда надо атаковать. Он, Лешка, боится атаковать. Я говорю, Лешка, не боится атаковать. Ну да, не надо бояться. Ну да, что это вы будете бороться. Потому что не защищаться. Вот на улице, когда на тебя много напал, на руку сразу надо разворачиваться и бежать. Чем хорошо вообще занятие джидо? Знаете, чем? То, что после занятия можно чай попить. С плюшками. Не всегда. Как понятно, не всегда. Так сделайте так, чтобы это было всегда. Это же в ваших, как говорится, все руках. Вес надо. Что вес? Что тебе родится? Вот родитель. У меня... Ну, а тебе раз 8 килограмм. Зачем? Ну, честно говоря, сразу хочу сказать вам, Борис, меня поддерживает. Не гоняйте вес. Не гоняйте. Это вред вашему здоровью. Это вред из дам. Колоссальный. Особенно это касается девочек. Да. Колоссальный вред здоровью просто потому, что... Нет, просто плохо. Вы же будущие мамы и так далее и тому подобное. Организм надо беречь. Понимаете? Он... А сгонка веса, оно... Подожжевает различное уменьшение всяких там веществ в организме. Что плохо влияет на формирование внутренних органов. Это кочную систему. У тебя соли все выходят при сгонке. Значит, кости слабенькие, кальций, да. Так и получилось. Так и получилось. Сама заняла и... Вот. Буквально недавно я был в гостях у одного из своих тренеров и учителей. Он в этом добром спустил. Известный такой специалист Андрей Алексеевич Цупаченко. И там когда разговор зашел о том, что вес и так далее... Он уже... Сколько лет я слышу от него одну и туру. Никогда не гоняйте вес. Никогда. Ну... Он так говорит. Тут можно говорить, что... Давайте насчет веса. Это сколько специалистов, столько и противоречий. Я помню такую вещь, что, допустим, силу космония. Понял? Шесть килограмм. Например, когда в семь вечер, нужно порекомендовали перейти. Добро пенсию. Ну, а так как мне пришлось работать, значит, два любви с лицами, с этими ребятами, то как раз, это с юниором, потому что, как я здесь совершенно. Тут как раз все и прослеживалось. Один из таких был у нас в Советское время чемпион мира в 1985-м году Юросоков. Питер. Уникальный вообще мальчишка. Когда его после 1985-го года повели в 1988-м на Литвийские игры, то ему уже могло было гонять 9 килограмм. 9 килограмм это очень много. И причем там была такая принципиальная позиция, они стали ставить космония, а именно соколову, потому что свои ведомственные интересы были. Он в первой схватке тут же и проиграл. Олимпийские игры. Видно, они все стоят. Всю, да? Да. Он очень много бронял. А причем на последнем чемпионате СССР он боролся в 71 килограмм. Позволен, все. Там он проиграл Могичкарин, Могин, которому тоже готовил 71 килограмм. Ну, была такая интересная вещь, а то, что касаемо, допустим, сейчас вас, вы все юноши, ваши организмы еще ничем не исполчены, делать вам можно все, что угодно, только полезно. Допустим, Борис сказал, что там от чего-то вымывается, кальций и ничего. Я хочу вам сказать, что вы достигнете рубежа 60 лет. После этого будет это ощутимо начаться. Можно только совершенствовать. А чтобы совершенствоваться, я вам рекомендую себя разнообразить. Хотя вы еще не такие успешные мастера, но есть у вас в городе нескольких секций. Вот в заповеде в дзюдо написано «Доброта, дружба и уважение» и «Такой-какой». У вас на соревнованиях есть городских, а может, товарищи, которые на других терапиях. Да, мы общаемся. Вы? Вы. Ручка. Мы общайтесь. С ними общаетесь и иногда приходите туда к ним. Это что? Например, допустим, то умение и талант, которое у Светланы Юрьевны есть, он может быть по-другому выражен у другого тренера. Поэтому и его ученики, того тренера, они могут обладать другими совсем возможностями. И если вы будете разнобладить иногда в этом себя, то это будет нормально. Вам обычно это не нужно. Она еще рекомендует так, да? Нет. Если где-то есть день борьбы, допустим, даже в учебном году у матищев проходил день борьбы. Смотрите, это, как вам сказать, не жаль. День борьбы, день борьбы, это еще не то. А вот именно учебный процесс, учебная тренировка, где тренер там один показывает переднюю подножку по одному с одним захватом, другой показывает переднюю подножку с другим захватом. Это тоже интересно. Вы знаете, в моей жизни встречалось так, сколько было специалистов, спортсменов и тренеров, все, кто умел делать определенную технику, все всегда делали по-разному. Но на соревнованиях есть две оценки в Азарии и в Японии. Если они это вы добивали, то это было успешно. Вот это вот все, что мы с вами на истории сбор проходил по-дольски, когда тренировал сбор. Юра Соколов борется, у него тренер Керек был тогда, у него Нерослав Михайлов. И они, там, в общем, идет у них борьба такая, отработка приемов. И Юрий Соколов подходит к тренеру и говорит, ты неправильно делаешь что-то, он делал, какой-то прием, ты, короче, его неправильно делаешь. Вот. И начал он показывать Азарий Керек, вот надо вот так. Акерек на что подошел и говорит, от этого приема падают все? Да. Значит, правильно делаем. Потому что о чем он говорит? У всех разное тело, то есть одинаковых людей не бывает. Есть база, показывают базу, а как Джанин говорит на Гучем, я показываю подхват, а тело само выберет, как его правильно делать. Вот он показывает, ну, у него так а тело само. был еще знаменитый это Джанников учитель. Да? Расскажи про этот учитель Азарий Керек. А, Александр Штенази? Великий тренер, который воспитал, кстати, Зереда Олимпийского чемпиона. Ну, я хочу дополнить уважаемого учителя. Да. Представь ему, кто это. запомнишься. Ну, что вы представляете? Кто же его не знает, да? Дети не знают. Вы запишите. Многие даже не знают. Дети домой запишите. К вам зал, например, придет какой-нибудь Олимпийский, а вы не знаете даже. Я хочу и что сказать. Сейчас мы об этом говорим. Вот продолжить эту линию дополнения вот то, что вы сказали. Есть безусловно, как говорится, клин в образовании не сошелся над дзюдо. Есть много видов деятельности физических, которые развивают. но кто-то больше физически, кто-то больше интеллектуально, кто-то больше нравственно еще и так далее. Но в дзюдо вот как-то так сошлось, что есть такой комплекс таких качеств, которые можно развить в одном направлении одной системы. Где можно физически себя развить, интеллектуально и нравственное качество. То, что мы с вами говорили дружба, уважение и так далее. Но вот если мы будем прыгать, сегодня пошел секцию футбола, записался, занимаюсь здесь, потом побежал, через месяц надоел, побежал секцию тенниса, потом еще куда-то. Это не совсем хорошо, мне так кажется, скажется. Но дополнять, вот мы выбрали, допустим, вы выбрали сейчас дзюдо. Идите по этому пути, развивайте себя, а дополняйте, вот как у вас есть, вы же на эту тему хотели сказать, у вас есть приятные, которые занимаются футболом, они выбрали для них футбол, это ихний путь. Вы можете прийти к ним на тренировку, посмотреть, как они занимаются, или сами попросить, а можно я с вами поиграю в футбол? Таким образом, вы добавляете свой вектор движения, дополняете его новыми элементами. Пошли кто-то лыжами, или можете даже никто не заниматься, а вы сами раз зимой одели лыжи, пошли на лыжи, велосипед, шахматы. У вас есть ваша генеральная линия, но вы дополняете ее, и тогда у вас расширяется кругозор, вы понимаете, что ваше тело это не только постоянное потребление бутербродов и чая, понимаете, оно может еще и ого-го, чего может, и так, и так, и так, потому что иногда бывает, что мы забываем о том, что, знаете, как я недавно буквально сказал, но это еще и историей идет, мы все дальше, дальше, когда уходим в век нашей индустриализации и технологического прогресса, что мы можем там, а откуда масло берется? Из холодильника. А когда мы, если углубиться, откуда масло берется? Мы открываем холодильник, вот масло, а из холодильника? В магазине купить надо, это дополнение, но есть еще глубже. Сделать? Да, оно делается на заводе, но есть еще дальше. Которые выделены? Нет, оно еще дальше добывается молочко, то оно сейчас начинает подавить корову, а корову надо вырастить, а корову надо пасти, и, видите, теперь вся тогда прослежит, что масло не берется в холодильнике. А чтобы еще корову подоить, надо очень рано, рано встать, потому что вечером уже было. И также ко всему относится, вот допустим, да, откуда берется результат какой-то вашей соревновательной деятельности. Это не, он не взялся, вот вы пришли на соревнование, и все. Он взялся, надо к истоку прийти и начать. Я регулярно посещаю учебные занятия, я отношусь к ним к истоку прийти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!